Те, кто смотрит канал Дождь, знают, там есть такая выбор, называется «Всё было». Её ведёт Дмитрий Львович Быгар, который доказывает, что все новые, последние события, которые требуют и держат нас в напряжении, на самом деле, когда-то уже повторялись по тем же самым контурам. Так вот, третья, на моей памяти, и объективно, волна Латашизатской школы национальных личностей, она тоже идёт по тем же самым контурам, которые проходили ещё в 1996-1998 годах, а потом в 2004-м. И, наверное, для нового поколения активистов, родителей, учителей, ответственных учителей и ответственных родителей будет, наверное, полезно знать, что было тогда, чтобы не допускать решили. За 7 минут рассказать то, что обменяют организаторы, а именно опыт работы нашей организации, истории и уроки, которые мы вынесли из всей нашей работы, ну просто невозможно. Поэтому я остановлюсь в основном, перечислю, скорее всего, те события, истории нашей организации, которые сама по себе нам будут от поучить. Если будет интересно, какие выводы мы делали из той работы, которая состоялась, я на них всё удовольствие и надлечу, отвечая на ваши вопросы. В 1996 году были опубликованы несколько проектов законных образований, они отличались тем, с какой интенсивностью обучения должно было переходить в латвийский язык, в школу с обучением на русском языке в то время. В ответ на это, ну, 12 лицами, как полагается, по закону, тогда была учреждена и зарегистрирована общественная организация, которая называется, как вы сейчас за моей спиной на экране, не латвийская изоциация, поддержка школ с обучением на русском языке, с упрощенным названием «Машор». Обращаю внимание, не поддержку русского языка, не поддержку обучения на русском языке, поддержку школ. Это было тактическое, такое, рассчитанное намерение, которое, мы ясно понимали, что в конце концов, когда будет сужаться круг возможности изучения, обучения на русском языке в стране, то удар будет донесён и правовой тоже. Будут просто закрываться школы, будут сокращаться возможности их использования, и, к сожалению, наши же положения, в общем-то, получили своё подтверждение уже в этом веке. Семь лет до весны 2003 года Латвийского общественной организации, которая концентрировала всю свою работу против перевода школ на латвийский язык. Нашим последовательным союзником была Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы Лаприал, и нам сочувствовала Латвийская общество русской культуры, ЛОР. Основной целью нашей организации было определено сохранение и развитие латвийского образования на русском языке. ЛОР никогда не отказывался от участия в проекте государственных учреждений, латвийских и международных организаций и фондов даже, если они на сфере пропагандистский или апологетический характер. Наша задача была всегда использовать эти проекты как общественные трибуны для доведения до общества пятики ЛОР, перевода ЛОР на алтвийский язык. По примеру, там тот же самый консультативный совет Министерства образования и науки по образованию национальных мишинств, программы фонда СОРОСа, консультирования экспертов ОВСЕ, Совета Европы и иностранных посольств. В 1997 году, через год после учреждения, мы привели семинар за тем, чтобы сформулировать на основании допыта психофизиологии важное заключение детского и детского возраста на языке семьи. Между тем, в те же дни, 1998 года, когда мы провели следующий семинар о образовании на родном языке как условии ненасильственной интеграции общества, был принят закон образования, который определял, что с 1 сентября 2004 года должен был начаться переход к обучению с 10 класса только на лоточковом языке. Вот вся работа с 1998 года была причинена критике этой нормы, этого слова «только». Она была причинена уже не намеренной, а государственной политики, не намеренной государства, а уже определенной государственной политики, законов, которые вплотную проводил нас в политические деятельности. В 2000 году в Балтийском русском институте была проведена первая родительская конференция, учиться на родном языке, которая собрала 550 участников. Можно сейчас слайд следующий? Только этот слайд в моем архиве остался, и больше пока не могу показать ничего. В следующем, в 2001 году, наша организация разработала альтернативные образы программ образования национальных межиц для основной и средней школы. Основная идея была разработана и внесена в нашу работу действующей, работающей, энергичной директором русской гимназии «Максима» Ольга Михайловна Исаковой. Она тогда была членом Глашоров тоже. Программа была подвержена международной экспертизе и получила ее удобрение. И она до сих пор находится как бы в нашем арсенале как альтернативные варианты организации образования как в основной школе, а также и в средней. Вторая наша конференция «Учиться на родном языке» Родительская конференция состоялась в 2001 году. В большом зале Дома Конгресса собрало 1238 человек. Пожалуйста, следующий слайд. Вот это открытие конференции. Дальше, пожалуйста. Зал. Ну, был полный. Это было самое яркое, наверное, событие из тех конференций, которые состоялись, как и самые длинные мероприятия, были еще впереди. Еще, пожалуйста. Вот и открывает. Айдуша, видите, конференция. Третья конференция состоялась в 2002 году накануне выборов 8 СИМа. На нее пришло более 800 участников. Партиям, участвовавшим в выборах, мы разослали текст родительского наказа. Вот обратите внимание на форму работы. А форму давления и работы с политикой. Текст родительского наказа смогли прийти на конференцию и выразить свое отношение к термоговым родителям. Между тем, мы почувствовали... Следуй, сейчас, пожалуйста. Дальше, пожалуйста. Вот пусть он немного затеркнулся на экране. Мы почувствовали, что родительские конференции, как форма демонстрации спроса общественности, перестали быть мобилизующими для родителей, а значит, они не смогли бы быть убедительными для власти. Поскольку все наши конференции были не конференциями на самом деле, а митингами под крышей, было решено четвертую конференцию провести тоже как митинг, но уже было открыто небо. В ригене, в экспонате. И он состоялся, этот митинг, 23 мая 2005 года, под лозунгом «За свободный выбор языка образования». Пожалуйста, слайд. Это выступление Айжене Альтрамоне еще на третьей конференции. Она как бы сообщала о ответе на наказ родительский от имени своей партии. Несколько признать, я не помню, какую партию тогда она представляла. Пожалуйста. Дальше. Вот ты этот слайд показали, что мне не играй, потому что многое, что сказано. За свободный выбор языка образования. Мы не были против образования на лозунгском языке никогда. Мы не были против тех, которые предлагали нам министерские чиновники и политики. Мы утверждали, что пусть каждый решит сам, в каком языке учить своего ребенка. Хорошо понимаешь, что большая часть родителей, которые дома говорят на родственном языке, сейчас в Латвии, таких 37% всех жителей, все-таки предпочнут язык, на котором они воспитывали своих детей и смогли их найти. К началу, и тут некоторое вступление, которое не представляется очень важным. К началу 2003 года в движении в защиту образования на русском языке стала подтягиваться партия социально-справедливость и равноправие. Активисты равноправие в беседах не скрывали, что будут добиваться обострения событий, чтобы повысить третью партии выбора в европейский парламент четвертого года. Но если не противной конференции партии, на которой был приглашен, было сказано совершенно ясно, что партия будет принимать инициативу движения. Чуть позже был создан штаб защиты родственной школы, который включил как активистов партия на праве от этого новых людей, которых прежде мы не знали. И чтобы не потерять инициативу, Варшор согласился ждать и участвовать. Митинга, которым я стал рассказывать, был заявлен Варшором, мы координировали всю эту работу. Вместе с тем, безусловно, массовая митинга в значительной степени обеспечила активистами штаба защиты родственной школы. Наряду с нашими лозунгами, соответствующими лозунгами митинга за свободный образ оказывания и государственными плагами на митинги были категоричные лозунги штаба. Вы увидите дальше несколько слайдов, я попрошу чуть позже их показать, с тем, что вы увидели всю картину, разнообразие, столкновение наших зрителей и, в общем-то, идеологии на этом митинге. Само оформление митинга, проявление активности, напряжение людей, которые приехали со всех регионов Латвии в Ригу, на Эсклонаду, демонстрировало, до какой степени мы разные и по-разному мы относимся к этой реформе. Митинг собрал более 15 тысяч человек. На самом деле, я была значительная общая, ну, несколько десятков тысяч, потому что мы не ожидали такого количества пришедших, была низкая сцена, была слабая аппаратура, люди подходили со стороны библибос и просто не могли ничего увидеть, не услышать и уходили обратно домой. Пожалуйста, дальше показывай этот слайд. И такие лозунки. Дальше, пожалуйста. Я открываю митинг за моей спиной, ведущий митинг, говорит, журналистка из этой части Гриба Толина. Он до сих пор журналист. Да, он бы все равно зашел. Пожалуйста, дальше. Вот именно на этом слайде я хочу задержаться. Вы видите, что вся стомана была полна. Это не иллюзия, так сказать, уходящая бесконечной среды и человеческих голов, это на самом деле так. Это было самое яркое событие, которое нам удалось организовать как протестное мероприятие. В дальнейшем, в инициативу проведения массовых протестных мероприятий, примерно в штаб защиты русских школ. Осенью 3-го года возникла пауза в движении в защите русских школ. Чтобы активизировать движение, я предложил в Валерию Штаба мобилизовать через родительские комитеты школ сторонников обучения на русском языке. Примерно ту работу, которую сейчас пытаются развернуть в нашей стране Константин Чекушин и его товарищи. Отозвались на эту инициативу тогда израильских комитетов в Латвийской школ нескольких человек. Но потрясающий был отклик на свои призы, пополученные штабом, от старшеклассников. Вот тогда, на зиму и весну 2004 года, Латвия увидела массовые исчезки школьников по Старой Лиде, митинги, изобразования снежками Режского замка, митинги около Министерства образования и науки. Я опускаю некоторые события, только потому, что у меня не хватает регламента, который мне предложили организаторы. Я обращаю внимание на следующее, что после того, как в 2004 году была введена реформа, хорошо вам известно, 61-40, в заключении в средней школе в дальнейшем она была распространена на старшие классы основной школы, движение пошло на уголь, и наша организация сконцентрировала свою работу в основном на такой задачи, как поддержание престижности использования русского языка в школе, причем эти работы именно среди подростков и школьников. Мы проводили праздник, Татьяна Евгеньевна, праздник русской культуры и образования в Латвии, 19 лет. В январе следующего года будет следующий праздник. Отклик очень широкий. Мы просто были потрясены, когда увидели, как люди по вечерам, в регионах, краях Латвийской республики, ищут костюмы, поют песни, учатся танцевать, собираются вместе, водят хороводы. Мне здесь в Риге, горожане, мне в голову не приходило, что все это происходит. То есть потребность на поддержание своей культурной идентичности, о которой говорил передо мной Николай Кабанов, очень велика. Ну а в конце концов стереотипы поведенческие, мыслительные, аксиологические, вырабатываются именно во время обучения на языке семьи. Поэтому мы держимся именно за это требование, как системоопределяющие. Все остальное прилагается. Закончили на следующем, что в 2004 году, когда благодаря политической конъюнктуре нам удалось добиться рассмотрения в неделе образования науки наших альтернативных программ образования, мы получили о том, что согласие от тогдашнего премьер-министра Эмсиса на разработку закона обучения на заведениях национальных учениц, который предполагал в существующей системе возможность выбора родителями, школьными советами языка обучения своих детей при необходимом изучении на некоторое количество предметов на латышском языке, но при общем условии доминирования языка семьи в процессе обучения. Закон обучения на заведениях национальных меньшинств был разработан, и он по-прежнему находится в нашем арсенале. И сейчас требования нашей организации, хорошо понимающие, что, наверное, будет трудно переломить политическую конъюнктуру в следующем севере до такой степени, что отменить принятые весной законы, закон обучения на заведениях национальных меньшинств является тем тактическим средством, который позволил сконцентрировать внимание людей, родителей не в последнюю очередь. Первое, на том, чтобы правым образом оформить возможность преподавания в школах на языке семьи при существующей практике правовой, которую нам предлагают на многие годы вперед правительство и государство. То есть те, кто хочет учиться по-шадурски, они могут использовать с такой возможностью, но те, кто хочет учиться преимущественно на языке семьи, тоже должны получить такую возможность. Я заканчиваю. Требования рамочной конвенции Совета Европы недвиспысленно указывают, что при достаточном спросе на обучение на языке семьи в рамках действующих систем, в местах комфортного проживания и традиционного проживания национальных меньшинств, государство, описавшее конвенцию, обеспечивает образование на языке семьи. Это тот рычаг, вот та точка, с которой можно работать дальше и перевернуть процесс в пользу тех, кто собирается их прийти, учиться в их детей и не за те семьи. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Добрый день. Меня зовут Евгений, в последних своих фразах уже достаточный спрос. Есть ли определение, что такое достаточный спрос, сколько его должно быть в процентах и людях, чтобы это как-то померяло ситуацию? Я не знаю, это было поверение. Я полагаю, как бы не в наших тактических интересах формировать самим что такое достаточный спрос. Вот пусть государство само скажет, что оно считает достаточным спросом. И, в частности, я уже депутат семьи, но с девятого года два раза вносил соответствующее предложение в закон, что кабинет министр устанавливает достаточный спрос в том случае, если есть спрос на обучение языке национального меньшинства. Что любое правовое определение критерия достаточности станет для нас такой прыжковой диской для дальнейшей работы. Мы будем работать над тем, чтобы спрос был достаточным. Как его обеспечить? Это и митинги, это и протесты, это и конференции, это культурологический вопрос. А может кабинет министров не формулировать со своей стороны, что это достаточный спрос, и тянуть этот вопрос? Но он это и делает сейчас. Те повраги, которые я только сказал, предложения о передаче компетенции определения спроса кабинета министров все им говорят клонены и они будут уходить от необходимости формировать достаточный спрос. Потому что любая формулировка достаточного спроса начинает работать против них в нашу пользу. Мы получаем пространство для конкретной работы с теми, кто хочет учить детей на родном языке. Спасибо большое. У нас время вышло. Игорь говорил чуть больше, чем по регламенту. Ну и не один говорил. Игорь, давайте еще вопрос. Короткий вопрос. Существует ли лошор общественная организация? Существует ли взаимодействие с какими-то профессиональными организациями, например, тем же профсоюзом работников образования? Нет, мы не поддерживаем отношения с профсоюзом. Как организация? Лапрел это действительно организация общественная, это не учреждение. С Лапрелом мы сотрудничаем очень тесно, это наши единомышленники. Больше того, как-то известно, если Лапрел обеспечивает план вот того самого культурологической идентичности, которая идет безусловно из литературы, традиции русской культуры и литературы предлагает некоторый опыт национальный, который производить надо безусловно в изучении литературы. И они это делали очень последовательно. Может, порадовать, что такая организация у нас есть. Мы с ним и с этим выключим. Спасибо большое. Лиза Кривцова выступит теперь со своим докладом по поводу литературы.